И всем привет, друзья! Друзья, вы на канале SkyTopGames, и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира SpaceEngine. Ну а перед началом данного ролика я хотел бы поблагодарить всех спонсоров нашего канала за вашу месячную подписку, за вашу поддержку. Спасибо, друзья! Ну а это видео будет из тех роликов, помните, путешествия по чудесам вселенной. Скажу так, друзья, что это последний ролик в уходящем 2021 году. В этом году это будет последнее путешествие. Но в следующем нас ждут еще более удивительные, насыщенные, я бы так даже сказал, выразился бы, путешествия по различным галактикам, звездным скоплениям. А также мы с вами рассмотрим более интересные моды, которых ого-го сколько! Перед данным путешествием я бы хотел всем бы, ребята, вам сказать, всем любителям космоса, да, возможно, наши путешествия космические выходят очень редко на канале. Хотелось бы делать для вас больше и много интересного контента, но как-то несмотребельно все это смотрится на канале. Я бы, конечно, хотел бы закрыть эту тему, иногда даже думаю об этом, но я не смогу это сделать, потому что космос это моя излюбленная тема. Так что, ребятки, больше, больше лайков. Обязательно, если смотришь данное видео, смотришь другие ролики с нашими путешествиями по Space Engine, обязательно палец вверх, подписка на канал. Само собой. И, конечно же, рекомендуем, рекомендуем мой контент. Возможно, да, где-то я что-то рассказываю не так, как на самом деле, какие-то научные факты до вас не доношу, но, ребят, это всего лишь развлекательно-игровой канал, и я все-таки стараюсь донести максимально до вас что-то интересное, что-то по фактам. В общем, ребятки, давайте начнем наше путешествие. Итак, по вашим комментариям, я сегодня нашел две галактики, в которых мы побываем. Да, первая это галактика, у нас галактика под названием NGC 4039. Посмотрите, вот, наверное, с самого начала ролика, вы обратили внимание, да, это действительно чудеса Вселенной. Первая из чудес Вселенной, это галактика-антенна. Посмотрите, даже больше похоже на каких-то червячков, или даже вот с этой стороны это сердце. Это сердце, да. И вот, если посмотреть сбоку, две галактики, они прямо друг с другом находятся, как будто идет какое-то соприкосновение, столкновение между друг с другом. Немножко непонятно, да, что происходит. Так, ладно, хорошо, сейчас мы все это посмотрим, наверное, и даже внутри. Так, 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 с этой стороны. Мне показалось, или как будто вот там сейчас на фоне вспыхнуло сверхновое. Обратите еще раз внимание. Да, походу, это дошел всплеск, вспышка от сверхновой. Ничего себе. Такое Space Engine я впервые, конечно, вижу. Я вроде бы ничего никуда не нажимал. Посмотрите, как они растягиваются. Скорее всего, ну, гравитация друг друга так действует на этих оба тела, если так выразиться. Диаметр галактики, кстати, по-моему, 635 тысяч световых лет. Достаточно огромная галактика. Так, галактика 4038 и галактика 4039, правильно я выражаюсь? Мне хочется посмотреть все это чудо света, знаете, пролетев, во-первых, сквозь него. Да, 4039. Сквозь него. Почувствуйте это прикосновение. Я даже немножко замедлю скорость. Помните, когда мы на краю Млечного Пути находили звезды и смотрели в пучину нашей галактики? А представляете, если еще с другой стороны посмотреть, мы увидим еще одну пучину, в которой можно утонуть. Вот, кстати говоря, давайте сейчас найдем центр галактики. Я думаю, что центр первый здесь, второй здесь. Найдем какую-нибудь звезду нам подходящую. Голубая звезда. В изобилии голубые звезды. Так, и найдем какую-нибудь планету. Горячая пустынная Терра. А что я хочу сделать? Сейчас вы увидите. Я хочу посмотреть, будет ли одна сторона темная, а другая светлая. Ну, как бы свет от другой галактики. Все равно очень яркий. И должен ночную сторону планеты светить, да? Ну, да, в принципе, мы это видим. Немножко есть отблеск. Не настолько яркий, конечно. Плюс еще ко всему у нас голубой гигант, здесь звезда. Так. Интересная довольно-таки планета. 12 лун. И все астероиды. Очень напоминает планету Земля. Ну, ладно. Сейчас не об этом. Так, пролетим сквозь эту пучину галактики. Галактики Антенна. Интересные все-таки завихрения, вот эти спирали у нее. Да, когда-то это ждет наш Млечный Путь и галактику Андромеда. Ну, все это сольется, конечно, в наиболее большой такой диск, я бы сказал. Возможно, говорят ученые, что между этими галактиками идет обмен различными газами, даже звездами и звездными скоплениями. Так, я хочу найти ближайшую галактику. Вообще, в составе данной галактики сходит аж 25 галактик. Так. Где-то я здесь наблюдал. Давайте вот эту закроем, статистику. Вот первая ближайшая галактика, RG-0-9, и прилетим к данному объекту. Более похоже такое на шаровые звездные скопления. Как отсюда будет видна галактика Антенна? Да, мы видим вот эти два завихрения. Она прекрасна, она реально прекрасна. Так, давайте еще раз перелетим к ней. И я хочу опуститься в пучину, наверное, 4038. В хвосте. Мы находимся в хвосте. А вот отсюда уже можно что-нибудь поискать. Первую попавшуюся какую-нибудь звезду, планету. Криогенная пустыня Аквария. Да, кстати, ребятки, по вашим просьбам, по многим, какие системы вы мне скидывали, я, к сожалению, Space Engine не нашел. И, как обычно, на фоне северного сияния, так сказать, да, мы посмотрим красоту ночного неба. Вот это 4038, а вот это 4039. Мы даже где-то вдалеке видим ее хвост. Вон она, спираль, которая растягивается на сотни, сотни, сотни световых лет. Очень красивое небо. Я бы сейчас даже бы сюда пару модов воткнул, знаете, с деревьями. Смотрелось бы классно, поставил бы человека, еще бы какого-нибудь космонавта нашего, излюбленного. Тех космонавтов, что я делаю в роликах, помните, путешествия до, либо через несколько сотен лет, что будет достижение космоса. Вот, правильно, вот так это называется. Да, интересная галактика. Ребятки, кому интересно, можете поискать Space Engine. NGC 4039, галактика-антенна. Так, ну что ж, давайте перейдем ко второму объекту нашего наблюдения на сегодня. Итак, друзья, обратите внимание, это еще одно слияние галактик. А насколько все это чудо света находится от нашего дома? Давайте посмотрим. Давайте найдем планету Земля. Может, конечно, было бы ставить Млечный Путь, ну ладно. Планета Земля, простите. 341... Почти 342 миллиона световых лет. Это просто огромнейшее расстояние. Невероятно. Эх, хотел бы я бы иметь такое, знаете, зрение увеличительное, как телескоп Хаббл, чтобы посмотреть за границы нашей галактики и увидеть распрекрасы Вселенной. Да, но здесь явно вот у этой галактики, да... Так, подождите. Так, галактика UGC-1813 и UGC-1810 объекта RP-273. Здесь явно у этих двух галактик идет столкновение. Кстати, как говорят ученые, что, возможно, когда-то миллиард лет назад наша галактика Млечный Путь столкнулась с более маленькой. Классно смотрится. Да, вот здесь, конечно, очень видно с этой стороны, как ее левые спирали более закручиваются вот в маленькую вот эту галактику 1813. Что по диаметру? диаметр 238 тысяч световых лет и 1813-152 тысячи световых лет. Интересные объекты. Здесь 100% есть какие-то звездные скопления, шаровые, рассеянные. Возможно, даже есть какие-то красивые туманности. Честно говоря, вот эти два объекта... Ну, конечно, о первом объекте антенна, да, я, конечно, слышал о той галактике, а вот этот объект я наблюдаю впервые, и мне... все это очень-очень нравится. Выглядит просто фантастично. Невероятно. Если так задуматься, что может твориться в данных объектах, как происходит все движение, как все меняется во Вселенной. Классно. Просто не знаю. Можно, наверное, с ума сойти. Большой поток информации, короче говоря. То есть, все в нашей жизни, все даже в нашей Вселенной не вечно. Маленькие галактики сталкиваются с более большими и большие с большими, и все превращается в одно целое, более что-то новое. Стой, 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 стой. Я что-то, по-моему, видел. Да, вот. Туманности. Диффузные туманности. Посмотрите, насколько красиво. Невероятно. А внутри, по-моему, скопление звезд. Звездное скопление. Рассеянное. Светимость. 837. 837 звезд. Так, стойте, давайте попробуем что-нибудь. Желтый карлик, подходящую звезду, найти и найти подходящую здесь планету. Я хочу прямо в сердцевине этого оказаться. Теплая пустынная субтерра. Нет. Не катит. Мне это не нравится. Вот что-то. Холодная пустынная аквария. Нет, надо какую-нибудь планету с атмосферой. Это явно нам не подходит. Звездное... Еще одно звездное скопление. В этой же туманности? Подождите, а тут... То есть... То есть... То есть... Я не понимаю, здесь... Два звездных скопления, что ли? Ну ладно, хорошо. Не суть. Двойная звездная система. Умеренная суперокеаническая аквария есть. Ого. Планета с водой. Ну здесь явно должна быть жизнь. Вода. Кислорода нету. Зато есть у нас, по-моему, аргон, да? Азот. Так. Давайте попробуем, наверное, куда-нибудь приземлиться на эту планету. Но только чтобы нам не утонуть в этом большом океане. Посмотрите, как ложится тень от колец. Смотрится, конечно, фантастически. Так. На ночную сторону можно перелететь? Хочу посмотреть на ночной стороне планеты. Все вот это изобилие туманности. Вот даже где-то примерно здесь. Облака нам, наверное, не испортят. Авида. Атмосферное давление низкое на планете. Как здорово смотрится. Какие идеальные краски. И посмотрите, насколько близко расположена Луна данной планеты. 34203 километра всего. Вообще, при расположении так близко Луны, здесь, ну, как бы, солнечные сутки должны быть намного-намного быстрее. Хотя, в принципе, это, наверное, среднее такое идеальное расположение Луны. Луна отдаляется от планеты. И все-таки немножко замедляется ход времени. Вот здесь самые красивые краски. Ну что же, ребята. Давайте, наверное, на этом наш выпуск закончим. Вот такие два чудеса света я вам сегодня показал в ролике. Если тебе понравилось, обязательно ставь пальчик вверх. Подписывайся на канал. Ну и жду я вас всех, мои любимые космонавты, в следующем году. В начале января ждет вас наисвежайший выпуск Space Engine. С Новым Годом мы откроем новое путешествие по вселенной мира Space Engine. Помните, друзья, что космос и вселенная бесконечны, и мы только начинаем свое путешествие в нем. Ну, а я еще раз желаю всем вам в новом году всего самого хорошего. Всех с наступающим, мои друзья. Пока-пока. Всем новых открытий. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok